Фестиваль имени Рудольфа Нуриева в Казани завершается уже на этой неделе. В эти минуты на сцене театра оперы и балета идет «Анюта». Этот спектакль – премьера прошлого года. В рамках Нуриевского фестиваля он ставился лет 20 назад. Так что в какой-то степени «Анюта» – это дебют. А вот другая постановка «Боедерка» напротив практически не сходит с афиш Международного балетного форума. В основе спектакля – классический танец в сочетании с экзотическим сюжетом. За 150 лет балет претерпел множество изменений, но сама задумка балетмейстера Мариуса Петтипан осталась прежней. О том, кто исполнил главные роли в нынешней «Боедерке» и репетиционной атмосфере – Лира Давлетова. «Боедерки» – профессиональные танцовщицы, живущие в Индии при храмах. На сцене театра оперы и балета, конечно, артистки не из Индии, а наши – местные. Но пластичной барышней не меньше. Принимать участие на Нурильском фестивале, даже если ты в массовке, все равно престижно и почетно, говорят балерины. Например, их оберегают даже от перепадов температуры. К слову, за кулисами в разы прохладнее, чем в коридорах театра. Для того, чтобы выйти на сцену и хорошо танцевать, мы одеваем шерстянки, кофточки, чуньки, что-нибудь такое, чтобы мышцы были в цепле. В главной роли, роли Солора, приглашенной звезда из Амстердама, 27-летний Мэтью Голдинг. Выпускник Королевской школы балета в Лондоне, обладатель множества престижных премий, обаятельный танцор с белоснежной улыбкой запомнился зрителям по спектаклю «Лебединое озеро». Появится Мэтью еще и на галоконцерте. Признался, влюблен в труппу Казанского театра. Чувствует себя как дома. Вот только на сам город времени нет. Я занят на репетицию 24 часа в сутки. Знаю, что Казань – город богатый историй, но я лучше приеду сюда еще раз, не в фестиваль, а в качестве туристов. Когда меня первый раз покрасили, я сидела, думала, боже мой. Была блондинкой, стала рожеволосой. Солистка Мариинки, кстати, самородом из соседней Удмуртии, исполнительница роли Гамзатти Елена Евсеева, сменила имидж. Волосы ей пришлось перекрасить для того, чтобы не потеряться под цветом софитов. Но обаяния жизнерадостной стартистки остались прежними. Вот у меня по счету, наверное, четвертый фестиваль. Но, к сожалению, не подряд, потому что в том году я не смогла приехать из-за своих гастролей. И каждый раз просто приезжаю очень, ну как бы, довольна атмосферой. Уже есть столько друзей, что я очень скучаю. Думаю, когда там уже в фестивале мы сможем все увидеться. Они меня поддерживают просто фантастически. Вот отдыхаю здесь душой, правда. Боядерка – балет индийский, поскольку литературным источником стала драма индийского классика Каледасы. Здесь и торжественные выходы жрецов, и красочное шествие участников праздниц, и знаменитый индусский танец. Все это создает особую атмосферу действия. И, конечно же, всепоглощающую любовь Боядерки к храброму воину. Этот балет красной нитью проходит через все творчеством Рудольфа Нуриева. В самом начале своей карьеры он станцевал с Солором главную мужскую роль в этой постановке. А последним спектаклем, который Нуриев поставил в качестве балетмейстера, тоже стала Боядерка. Лера Давлетова, Андрес Интальцев, Столица.